Всем привет! Сегодня я расскажу про свои покупки на сайте iHerb. Давным-давно я уже этого не делала. Надо что-то менять. Итак, давайте начнем. Я вам скажу, что я заказала и почему. Я не особо успела попользоваться. Я думаю, об этом я скажу как-нибудь потом в каких-то своих любимчиках или разочарованиях или в косметическом шоке. Но я вам расскажу свою мотивацию. Зачем и почему я это сделала. Красные коробочки с косметикой, с содержанием ахаки. Для чего же я купила эти средства? Я очень-очень хотела обновить как-то кожу на теле, на теле, декольте, плечи, спина. Именно для этих целей я и заказала этот очищающий кель и крем с ахаки, с большим процентом ахаки. И, собственно сказать, запах у них очень своеобразный. Он немножко похож на какие-то пластинчатые грибы. Это сыроежки, это сыроежки, вешенки, лисички. Я буду пытаться обновить кожу на зоне декольте, плечах и спине, чтобы к весенне-летнему периоду моя кожа была уже без вот этой тусклости, без серости, без пигментации какой-то. Это следующее, что я заказала, будет для рук в форме Микки Мауса. Я, как каждый раз, когда я хотела его заказать, его не было в наличии. И тут я вижу в наличии, я хвать-хвать и взяла еще один. Платон внеописуемый. Во-первых, потому что это пенка, а во-вторых, конечно же, форма Микки Микки. У этого средства лимонный аромат, цитрусовый. А у средства с бантиком очень приятный, девчачий аромат, каких-то фруктов, каких-то ягод, слад. Супер-супер-супер. Что у меня тут еще попадается? У меня попадается кино. Но никогда не хотела попробовать я эту крупу. Но однажды я поехала в Икею. Естественно, за свечами и рамками. Зашла в местное кафе, и там я попробовала кино. И я была в большом потрясении от вкуса. Мне очень понравилось. Это что-то необычное, какое-то маленькое, какие-то, как проростки. При этом он неотчетливо крахмальный, а немного овощной. Мне это очень понравилось, поэтому я и заказала целую упаковку. Буду дома готовить что-то подобное. Вообще, я очень много заказала всякой ерунды для дома. Например, вот сейчас я вам показываю такой флакон и такой. Что это такое? Это средство для мытья посуды. А это средство для мытья рук на кухне. Уникальность этих средств в том, что они пахнут огурцами. Такими свежими, сочными огурцами. И летом, честно, мне надоели все эти ароматы. Вот эти апельсины, эти ягоды, лесной хвой, морской бриз. Они мне надоели. Мне хотелось чего-то другого, чего-то легкого и не такого навязчивого, чтобы потом не приходилось очень-очень долго смывать это из кружки, вымывать. И несмотря на то, что это органические какие-то вспениватели, они очень хорошо очищают посуду и руки. И все, короче, все хорошо, все нормально. Продолжая тему бытовухи, я заказала такой сетечка для того, чтобы заваривать в нем чай. Иногда не очень хочется, чтобы он захламлял твой френч-пресс, например, какой-то травяной чай. Ну, а вот у тебя такое большое желание попить травяного чая. Вот это выход. Я заказала два на всякий случай. Вдруг у меня что-нибудь случится с первым. Очень-очень мелкая сеточка. Ну, крайне мелкая сеточка. Единственное, что может смущать, это, наверное, вот эта гравировка iHerb. Я не очень люблю такое откровенное брендирование, но мне кажется, в целом вещь такая очень полезная. Да, для одного один чай, для другого другой чай. Супер! Что же еще эта хозяюшка заказала? Итак, я заказала еще гель. Прекрасно пенится. Я взяла с танжерином и дыней. И это очень-очень нежный такой весенний, приятный, свежий аромат. Он неоткровенно химический. И если у вас нос не привык вот к этому ароматному Макдональдсу, ваше, естественно, благоухание и благоухание ваших любимых духов не будет перебито гелем для душа. Для многих это важно, да? Так, следующее. О, это баночка. Зачем я ее заказала? На самом деле это очень крутая вещь. Это смесь из семян, из орехов, в некую микс пасту, которую по приезду нужно будет немножечко размешать, потому что тут нет никаких стабилизаторов. Естественным образом масло поднимается вверх, а более тяжелые частички опадают. Не стоит думать, что он там разложился, испортился или еще что-то. Просто в этой пасте нету стабилизаторов, которые делают ее однородной на протяжении многих лет. И она переживает всю штуку. Давайте я попробую прям при вас испытать удовольствие. Все, короче. Я лучше это закрою и подальше спрячу. Но с этой вещью нужно быть очень-очень осторожным. Нужно держать себя в ежовых рукавицах. Нужно, чтобы у вас была сила воли. Если у вас сила воли, это слабое звено, не заказывайте, да, потому что вы не сможете удержаться. Что же касается и вот этой банки. Зачем я вообще не заказывала этих жиров калорийных? Короче, это кокосовая манна. На что это похоже? Это похоже на какое-то очень твердое, спрессованное Рафаэло. Но здесь нет сахара. И оно сладкое само по себе. Это тоже фантастически вкусная вещь, которую я не рекомендую заказывать тем, у кого сила воли пока еще не выросла. Мне кажется, еще одну ложечку у нас есть. Надо подальше отставлять это от меня, потому что я начинаю терять контроль. Также я заказала мед мануки. Кажется, что это стеклянная баночка, все такая тяжелая. Нет, это пластик. Ох, смотрите, как он тянется. Считается, что мед манука самый-самый органический мед и самый-самый полезный мед в мире. Я начитала всех этих отзывов, как люди повылечивали всю свою семью в 10-м поколении. Я тоже решила попробовать. Вдруг он мне поможет. Что я могу сказать про вкус? Многие говорят, что его есть невозможно, что он отдает какими-то лекарствами, какими-то травами, эфирными маслами. Я так не думаю. Когда вы его слушаете, вам кажется, что это какой-то очень сильный цветочный мед. Такой насыщенный. Мне кажется, обмана нет. Это 100% мед. Когда же вы едите его на вкус? Это какая-то... Это немного кисловатая. Очень насыщенная, сладкая масса. Очень такая кремовая, сливочная. Есть очень интересная послевкусие, смешанная с ароматом пыльцы. Да, у него высокая стоимость. Но это оправдано тем, что мед добывают только в Новой Зеландии. Мед добывают только в определенных участках. Мед добывают только с этих растений. Я не знаю, каким образом они заставляют пчелу добывать мед именно из этих растений. Возможно, они помещают в какие-то коконы, улей. Но остается лишь поверить отзывам вот этих тысяч людей, которые говорят, что вот я излечилась от хронических танзелитов, у меня перестал появляться насморк, я уже четвертую зиму не простужаюсь. Я надеюсь, на меня тоже как-то повлияет так благотворно. Давайте дальше, потому что вдруг у кого-нибудь аллергия на мед, он просто благо. Следующее, что я заказала, это гиалуроновая кислота от компании Салдар. Я очень люблю этот бренд за то, что они синтезируют очень хороший, качественный вид. Здесь гиалуроновой кислоты достаточно много, здесь 120 мг. И по сравнению с другими банами, это довольно-довольно много. Кроме того, в составе есть коллаген второго типа, есть кондроэтин и гиалуроновая кислота, которая заявлена на упаковку. Выпивая одну таблетку в день, вы каким-то магическим образом будете с каждым днем все омолаживаться, омолаживаться, омолаживаться. Многие спорят, усваивается или нет, о том, что в желудке нет тех механизмов, которые бы усвоили эти вещества. Одно время я пила хондроэтин и коллагены, и я заметила, что у меня перестали меньше болеть суставы, стали лучше расти волосы. Поэтому я думаю, все-таки оно в какой-то мере усваивается, но не на 100%. Я решила заказать кисти Real Techniques. Но эти, скорее всего, я не буду использовать. Почему? Потому что, когда я заказывала, на сайте, на картинке были Real Techniques не своего обычного, привычного цвета, как вы видите сейчас, и как я вижу сейчас, а были белые. И мне это очень понравилось. Мне хотелось иметь именно такие кисти. Потому что все эти разноцветные версии для меня не очень близки. Мне они... Не знаю, это не мое. Я не люблю все эти разноцветности. Поэтому я это кому-то подарю. Могу сказать только, что ворс недостаточно плотный. Я привыкла к более плотным. Честно сказать, мне было бы очень интересно попробовать то, что многие-многие так хвалят. Еще какая-то вкусняшка. Я заказала ее только потому, что мне понравилась упаковка. Это какой-то джем из суперфруктов. Честно сказать, это очень похоже на какое-то смородину варенье. Но в составе смородины нет. Возможно, сочетание брусники такой горьковатой и вот этих черных ягод дает именно такой вкусовой акцент далее. Ну, мне понравилось. Здесь такой мишка, такая красивая баночка. Еще одна банка, которую я заказала, это пудра арахисового ореха. Но не обычная пудра, а обезжиренная пудра. То есть это не так калорийно, как это может быть обычно. Что я люблю с этим делать? Я люблю добавлять это в какие-то оладушки, если вдруг я их готовлю. Но это редко бывает. Или добавлять это в какие-то смузи, что происходит чаще. В сочетании с бананом это потрясающе. По моему мнению, это очень обогащает вкус. Возможно, стоит снять, кстати, видео какое-нибудь про то, какие смузи я готовлю, мои какие-то рецепты. Но это если интересно. Вдруг это будет вообще не вкусно. Хотела сказать, что все, но нет. Еще я заказала два вот таких вот стика. Смотрите, мой бродик. Постоянно я двигаюсь и задеваюсь. Еще я заказала два стика с какао маслом. Чем хороши эти стики? Они моментально увлажняют кожу. Если у вас какой-то сухой участок, например, колени, живот, локти, еще что-либо у вас там есть сухое, пятки. Этим, во-первых, очень удобно понять. Во-вторых, это все натурально. Многих это пленит. Почему я купила два? Одно время на iHerb была надпись «Снят с производства». И когда я увидела их вновь, я решила, так, надо заказать, надо заказать. Я заказала два. Они подойдут и для губы, и для всего. Единственное, у него такой своеобразный аромат, который понравится не каждому. Он немножко такой отдает какой-то бабушкиным шкафом, который у нас спрятал шоколадные конфеты. Ну, что-то такое. Здесь нет тех привычных отдушек, которые встречаются в нашей ежедневной косметике. Ведь это все органика, и поэтому будьте готовы к тому, что встретится вам на пути такая штука. Вот и все, что я заказала на iHerb. Если вдруг вы знаете какой-то крутой продукт, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, и на этом все. Я вас всех очень люблю, особенно тебя. И до встречи в новом видео, которое будет совсем-совсем скоро. Короче, ребят, я смотрю на эти все пасты. Мне кажется, их надо от меня прятать. И вообще уже пора над собой начать работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!